крыши особенно сейчас пошло вот а вот это вот уже треугольницы готовы на сколько материал закупил не знаю я не считал потому что весь дом вообще это показатель того как не надо строить скрыть каркас то построил как видел это я потом уже все шло уже стрелы с меня кстати про утепление утепление здесь вообще получилось только всяких накладок косяков они нет и не было все это целая бригада пацанов работали в общем у них они начали с того что сначала утеплили эковаты и как бы просмотрели все это дело за дождем заливом и все опять пришлось уковыривать что-то просушили что-то где-то осталось вот сейчас на скребле вот первые два яруса вот это эковаты уже обычной минеральной воды вот эти два яруса это эковаты ну я думаю если в плане того чтобы дышать как бы эковата будет дышать уже есть чему дышать а еще раз напомню диаметр дома у тебя 10 метров 10 метров все полезная площадь получается квадрат 78 квадратных метров внизу вот это наверху где-то в два раза меньше ну тут будет типа балкончика такого порядка где-то чуть больше 100 ну пойдем туда все утепление все то есть все сильно изменилось или так как от мое видение тут маша но только саму купол остался сам каркаса все остальное уже было дело поэтому он минимум в три раза дороже получился чем я думал начально и но для строительства деревянного дома сколько на твой взгляд вообще средства сейчас прикинуть ты знаешь я сейчас даже не буду говорить над тему и я собираюсь вот как на алтае построю дом у меня там все это будет прочитано подсчитано причем методика строительства уже будет не такая сбор там это более всякие прибамбасы делаю вот и чтобы упростить сборку монтаж и изготовление всех этих и это должно быть проще быстрее утеплитель я думаю этот сделать опилки ты знаешь это мне кажется более надуманную мы мыши я вот золотом разбирал дом его 50 с лишним лет свой дом он был весь составила запилок и вообще ни одной мыши не было и мышей не ходов опилки были как будто но и не сказать что вчера все запилки конечно не и новые но вполне очень хороший дом был теплый ну а так чтобы мышей не было кошку надо это самый лучший вариант я бы сказал даже единственный и потом но есть ряд моментов к чтобы можно это как бы доступ для мышей предотвратить можно сеткой мелкой низа бить вот цоколь ну хотя бы на метр обгородить ты мечтаешь лучше знаешь она все как бы опилками чему лучше они просаживаются на все равно меньше чем маковато потом прежде всего пилки это вот там где живу это бесплатный бесплатный единственное стоило привезли камаз большого томат большого кузова с настройками я не знаю сколько там кубов и он обошелся пять тысяч с опилками только доставка грубо а 200 рублей еще за погрузку а сами опилки бесплатно и я смотрел но если надо перепроверить вот у меня уже почти готов этот штука для проверки типа теплопроводности она вполне пилки могут конкурировать с этими с пенополистиролом и с эковатой ну по заявке производитель конечно кого-то получше ну да минвата есть кого-то нет это другое кого-то это берет старые газеты измельчается и всякие разные добавки там химические какие-то которые они в том числе бром и вот я добром же он вроде как вредный ты знаешь гром он насколько дает солдатам чтобы я слышал что в кока-коле он сейчас и там что типа как бы успокаивает да то есть ты там будешь спокойны за счет брома это но это заказа такая вредность его я скажу относительно и я думаю что во всяком случае везде кругом пишут все что кого-то абсолютно безвредная она не горит за счет пропитки и они не кушают эти всякие но живность ну можно в принципе минваты да можно можно но он это вся вата тут в чем минус во первых экология уже сильно стандарит то есть она выделять всякую фигню минвата то да что ж но для того считается безвредной знаешь и есть минвата которая тоже экологическая которая делается с кокоток базальтового камня стоит бешеных денег экологичная потом вата вот здесь во всяких конструкциях каркасных добиться в этой ватой сто процентов утепления невозможно потому что везде остаются небольшие щели где-то то еще не про этом она берешь и сегментом закрываешь а это такова то она мелкая она задувается сдувается она буквально забывает каждый миллиметр а то есть она в жидком состоянии до на нибудь она вот как пух то есть берешь шланг диаметром там где-то 80-100 миллиметров это шланг вставляешь и с него этот пух летит и он везде любую дырку любые щели все забивает поэтому абсолютная будет везде в этом плане никаких утечек не будет рекомендую 20 процентов 20 сантиметров толщину но я взял запасом 30 сантиметров она не сильно дорогая практически к самой дешевой а ты имеешь ввиду толщину треугольник 30 будет мин вата 10 сантиметров где-то 80 сантиметров будет разор для вентиляции ну-ка по технологии то везде делаю чтобы вот эти пары какие будут чтобы она вентилировалась а вот это вот уже треугольники готовы теперь что еще покрывать я думаю о сбе ну знаешь да разбили вас то еще называет хотя он тоже на сформальдегидом но я хочу покрыть внутренней стороны жидким стеклом пока самая оптимальная мне кажется тоже а что вот этот индулин там но по любому он должен быть вот тот том особенно который я по миру в любом случае должен быть дешевле обычного деревянного дома иначе мне не смысл там с ним как бы затевать внешне я хочу его чтобы здесь опять же что-то внешне он смотрелся его можно сделать очень много вариантов если обычные дома ну-ка ну что там крыши крыши особенно сейчас пошло этот шинклос вот эта мягкая черепица и прочее ну вещь конечно как бы вначале смотрелась неплохо но теперь он уже у всех кругом полно его и у каждого менеджера вот так скажем а тут есть масса других вариантов и можно можно сделать любые цвета вот я хочу сделать чтобы были была крыша именно разноцветные чтобы каждый сегмент каждый треугольник может быть даже треугольник развить на несколько цветов никто больше нравится пока что это абстракция что такое может быть более определенные будет такое может под боже коровку сделать раскрасить может можно можно да вот подать какой-то тоже звездное небо можно как код это там сатурн в этой кольцами причем здесь такой момент есть сейчас краска резиновая очень хорошие цвета масса цветов такие яркие звонки цвета не понравилось что-то покрасил допустим прошло время год два три перекрасил полностью прошу это себестоимость покраски будет там 57 тысяч ну я думаю не больше и получаешь фактически новый дом совершенно другой цвет и будет тоже это дизайн